Привет всем, вы на канале AndroNews. Лично я ожидал июнь месяц как второе пришествие, потому что в июне должны были представить такие смартфоны как Nubia Z17 и OnePlus 5. Вы можете со мной не согласиться, но уже сейчас можно считать Nubia Z17 основным конкурентом пока что не анонсированному OnePlus 5 и достойным соперником Xiaomi Mi 6. И в этом видео я расскажу почему. После Nubia Z11 мой интерес к данному бренду, как и многих других, необычайно вырос. Но позже все стало на свои места, это был камень в огород недавним новинкам компании. Крайне неинтересные продукты за свои деньги. И вот казалось бы на данном бренде можно ставить крест, но как говорится надежда умирает последней. Сегодня суббренд ZTE представили свой топ флагман Nubia Z17. Посмотрим чем нас решил удивлять производитель. Как и ожидалось смартфон получил несколько модификаций, но все они будут в корпусе из металла, а не из керамики как предполагалось. В сети появлялись визуализации, на которых новинка должна была лишиться рамок не только по боковым сторонам, но и сверху и снизу они должны были занимать малую площадь. По изображениям ранее попавшим на сайт Тина уже было ясно, что все это фейк. В реалии все-таки случилось. Лицевая панель Z17 не отличается от той, которую мы уже видели в Nubia Z11. Но это неплохо, не спешите расстраиваться. По утверждениям производителя, смартфон по ширине, учитывая диагональ дисплея 5,5 дюймов, не будет отличаться от смартфонов с диагональю 5 дюймов. На тыльной панели Nubia Z17 разместили два модуля камер, прикрытых стеклом из сапфира, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев. Обратите внимание на то, что в верхней части корпуса нет пластиковой вставки для вывода антенн, только снизу. Верхняя же переместилась на верхний торец. Кнопки питания и регулировки громкости находятся на правой грани. Слот для двух сим-карт формата nano слева. Расширить внутреннюю память нельзя. Радует то, что будут поддерживаться сети для работы 4G в России. Вот вам перечень частот. Хочу сразу обратить ваше внимание, что Xiaomi Mi 6 не поддерживает работу в диапазоне B20. Я это говорю для того, чтобы вы сразу могли сравнивать эти два смартфона у себя в голове. В нижней части лицевой панели мы видим фирменный кружок Nubia и две сенсорные кнопки по бокам. В верхней части стандартный набор датчиков и фронтальную камеру. Нижний торец занял порт Type-C и две симметрично расположенных от него сетки, под одной из которых спрятан микрофон, а под второй внешний динамик. Материал стекла лицевой панели Gorilla Glass. Применена технология 2,5D. Толщина корпуса смартфона составляет 7,6 миллиметров. Вес 173 грамма. Выпускаться Z17 будет в следующих расцветках. Топовая комплектация только в синем цвете. Средняя в черном с золотыми вставками, как и говорю цыганский вариант. И базовая версия полностью в черном, белом и красном. Теперь перейдем к самому интересному. Перед презентацией меня больше всего терзала интрига, действительно ли этот смартфон получит влагозащиту. Особенно я верил в это из-за официального тизера, который попал в сеть. На практике мы получили просто защиту от брызг. То есть на смартфон можно пролить кружку чая, пользоваться им под дождем, но полностью погружать под воду нельзя. По всей видимости из-за этого аппарат лишился аудиоджека. Вместо него на верхнем торце расположился инфракрасный порт и микрофон шумоподавления. Хмм, где-то я уже это видел. Ну да ладно, все будет решать стоимость, подумал я, когда смотрел презентацию. Пока что кроме тонких рамок по бокам радоваться нечему. Посмотрим, что у нас с технической частью. Из коробки Z17 поставляется с новым фирменным интерфейсом Nubia UI 5.0, который работает на базе Android версия 7.1. Как я уже говорил ранее, диагональ дисплея 5.5 дюймов с матрицей IPS и разрешением Full HD. За работу смартфона отвечает топовый процессор Snapdragon 835. Внутри базовой версии имеется 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Средний 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной. Топовый 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной. Тип Low Power DDR4X и UFS 2.1. Далее поговорим о камерах. Начнем с основных. Производитель использовал два модуля. Первый на 23 мегапикселя со светосилой F2.0. Второй на 12 со светосилой F1.8. Что касается различных фишек, их тут масса. Поддержка технологии Dual Pixel для работы автофокуса, уменьшение шумов в условиях недостаточной освещенности и стабилизация изображения. Но о какой стабилизации идет речь, электронной или оптической, на официальном сайте не сообщается. Будем ждать свой образец и тестировать. Кроме этого, в Z17 будет использоваться новый интерфейс для работы камеры Neo Vision версия 7.0. Судя по всему, фронтальная камера будет как Z17 mini на 16 мегапикселей. Напомню, что она нам понравилась. Для тех, кто не в курсе, смотрим наш обзор, ссылка на который будет в конце видео. За время автономной работы будет отвечать аккумулятор с емкостью 3200 мАч. И это можно сказать стандартно. На презентации в этот момент сразу начали рассказывать о фирменном энергосберегающем режиме Neo Power версия 2.0. От которого, кстати, действительно есть толк. Отдельное внимание стоит уделить поддержке быстрой зарядки Quick Charge версия 4.0 от Qualcomm. Уверен, что АКБ будет заряжаться до 100% в не более 60 минут. В плане аудио начинки смартфон не получил никаких выделенных аудиочипов, только поддержку Dolby Atmos. Из дополнительных фишек можно отметить наличие NFC. Кстати, переходник с USB-C на миниджек будет идти в комплекте со смартфона. Гарнитура комплектуется только в топовой версии. Согласитесь, вроде бы все неплохо, но вопрос актуальности напрямую упирается в стоимость. Сколько же просит производитель за свою новинку? За базовую версию официально просят отдать 411 долларов. За среднюю 499 долларов. За топовую 587. Нас с вами, разумеется, интересует исключительно базовая версия. И я вам скажу, вариант очень даже сладкий, учитывая начинку смартфона. И напомню, что стоимость Xiaomi Mi 6 на старте продаж составляла 435 баксов. Конечно же, когда Z17 приедет нам в студию, мы сравним два этих смартфона. Если вы поддерживаете эту идею, ставьте палец вверх под видео. Лично я с самого начала не особо верил в этот смартфон, но потому что Nubia в последнее время откровенно лажает. В конечном же итоге я остался доволен. На старте продаж, с учетом накруток ритейлеров, за этот смартфон будут просить приблизительно 460 долларов. Позже цена опустится еще баксом на 20-30. Если учитывать, что эти деньги просят за топовое железо, я считаю, что вариант все-таки годный. Теперь остается только одна интрига. Что же нам покажет компания OnePlus и сколько она будет просить за свой топ-флагман? Узнаем 15 июня, но пока что будем довольствоваться тем, что есть. Где оформить предзаказ на данную новинку и впоследствии купить этот смартфон, все ссылки оставлю в описании под видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк-экономке своей кровно заработанной. Допустим, на старте продаж за этот смартфон будет просить приблизительно 430 баксов. С кэшбэк вы сможете его приобрести долларов на 15-20 дешевле. Я думаю, что вариант хороший, поэтому дерзайте. Инструкция будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в наши социальные сети и читайте новости из мира Android с помощью нашего мобильного приложения. Опять-таки, все ссылки будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, я, Андрей Ковтон, специально для Android News. Да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok